Вести Карачаева, Черкесия В Ленинградской области на территории Гатчинского аэроклуба установили бюст Герою России генерал-майор авиации Кономатоху Сеевичу Баташеву, который героически погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Ранее по инициативе главы республики имя Кономатоху Сеевичу было присвоено центральной площади города Карачаевска. Имя Героя России носит также дворец спорта в Учкекене. На фасаде здания спорткомплекса расположена мемориальная доска с именем Кономатоху Сеевича. На этих выходных в Черкесске торжественно откроют обновленный стадион «Нарт». Торжественное открытие крупнейшего стадиона в регионе пройдет с участием главы Карачаевой Черкесии Рашида Тимрезова, руководителя Минспорта Российской Федерации Олега Матыцина, директора по развитию Российского футбольного союза Максима Митрофанова и других почетных гостей. Следует отметить, что программа открытия начнется с парада известных спортсменов республики, зажжения Чаши Победы и массового флешмоба. Главным событием станет товарищеский матч между ветеранами футбольных клубов «Спартак» и «Нарт». Спортивное сооружение площадью 7,5 тысяч квадратных метров эксплуатировалось более 40 лет без капитального ремонта. Обновленный стадион станет базой для футбольных команд и легкоатлетической школы республики. Благодаря нацпроекту «Демография» по всей России сейчас проходит обучение граждан востребованным профессиям за счет федерального бюджета. В Северокавказском федеральном округе этим занимается Северокавказский институт филиал «Ранхикс». Повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку можно по нескольким направлениям. Об этом сообщил директор Северокавказского института филиала «Ранхикс» Азамат Лисов. В Карачаево-Черкесии в рамках нашей квоты повышение квалификации и переподготовку могут пройти 200 жителей республики. Самые разные программы. Это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный и я уверен, что те программы, которые реализует президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. В Донецкую и Луганскую республики направлена гуманитарная помощь. Три большегруза с дровами для военнослужащих российской армии и жителей ДНР и ЛНР. Всего планируется направить около ста кубов дров в Донецкую и Луганскую республики. С начала проведения спецоперации по поручению главы республики, члена Высшего совета Единой России Рашида Тимрезова, из Карачаева Черкесии было направлено 165 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных территорий, а также в пункты временного размещения беженцев в регионах России. Всего регион по разным направлениям собрал 500 тонн гуманитарной помощи. В Карачаево Черкесию посетят более 70 детей из освобожденных территорий Мариуполя, Херсона, Юго-Запорожской области. Поездка организована региональным министерством образования и науки в соответствии с обращением Россотрудничества. Поездка продлится до 25 августа. Детей разместят на базе гостиницы «Гранд Виктория» в поселке Домбай. Для них подготовлена широкая образовательная и досуговая программа. Юные гости республики познакомятся с ее основными культурными и природными достопримечательностями, пообщаются со сверстниками и примут участие в учебно-образовательных мероприятиях культурной и исторической направленности. Кроме того, запланированы встречи с известными деятелями культуры, науки и спорта. В рамках благотворительной акции Народного фронта «Всё для победы» продолжается сбор средств для оказания поддержки жителям Донбасса, а также бойцам ДНР и ЛНР, ведущим борьбу за их освобождение. Очередной гуманитарный груз, направленный в Донбасс из Карачаево-Черкесии, включил в себя запас лекарственных средств и медикаментов. По словам координатора по работе со СМИ Народного фронта в Карачаево-Черкесии Зоробаби Мурзова, в отправленную партию специально были подобраны лекарственные наборы для ополченцев и жителей, указанные на сайте в числе запрашиваемых. Отрадно, что наши земляки так активно отозвались на эти сборы, на сборы Народного фронта. Уже несколько месяцев трудовые коллективы, организации, простые люди подходят к нам, спрашивают, как помочь жителям и бойцам Донбасса. Мы отзываемся на все эти предложения, как большие предложения трудовых коллективов, так и простых граждан. Мы благодарны всем, кто принимает в этом участие. Лечебные учреждения Карачаево-Черкесии за последние пять лет получили 90 новых машин скорой помощи, что позволило обновить автопарк медучреждений региона почти на 50%. По данным Министерства здравоохранения, активное пополнение автопарка службы скорой медицинской помощи в республике проводится с 2017 года, и сегодня он насчитывает 159 автомобилей. Только в минувшем году муниципалитетам республики было передано 17 единиц спецтранспорта. В регионах Российской Федерации наметилась тенденция роста заболеваемости COVID-19. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может быть возобновлено. Актуальная информация об эпидситуации по COVID-19 регулярно размещается на сайте stopcoronavirus.rf. Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии настоятельно рекомендует в условиях положительной динамики прироста заболеваемости неукоснительно соблюдать правила личной гигиены в учреждениях и организациях, общественном транспорте, местах массового скопления людей, а также своевременно делать ревакцинацию. Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития страны. Об этом сообщил министр по делам молодежи Республики Ибрагим Татаркулов. Здесь следует отмечить, что есть такие номинации, как «Создавай возможности». В рамках данной номинации это проекты, которые направлены на оказание содействия, занятости и успешность самореализации молодежи в профессиональной деятельности. Данное направление, данная номинация является одной из наиболее важных, одной из наиболее приоритетных и интересных, на которую я со своей стороны хотел бы обратить особое внимание молодежи Карачаево-Черкесской Республики. Затем, помимо этого, есть номинации, направленные на поддержку инициатив в сфере добровольчества. Это такие номинации, как «Объединяй» и «Мы вместе». Следует обратить внимание на то, что в рамках данных номинаций могут получить поддержку как добровольческие движения в лице их лидеров, которые будут подаваться как физические лица на данный грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи, так и представители общественных объединений, незарегистрированных как некоммерческие организации, участники которых также могут принимать участие как физические лица граждан РФ в грантовом данном конкурсе, о котором мы с вами в настоящее время говорим. Предприниматели Карачаева Черкесии смогут воспользоваться льготным инвестиционным кредитом. В результате предприятия могут получить кредит на закупку оборудования или ремонт, запуск новых производств сроком до 10 лет. Для средних предприятий ставка составит 3%, для малого и микробизнеса – 4,5%. В настоящее время планируется запустить проект в пилотном режиме. Подробности можно узнать, обратившись по телефону 25-02-27. За 7 месяцев 2022 года энергетики подключили к электрическим сетям 700 новых объектов в Карачаево-Черкесии. Специалистами филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкеска «Энерго» было построено почти 13 километров линии электропередачи и смонтировано 11 новых трансформаторных подстанций. На особом контроле энергетиков также подключение к сетям социально значимых объектов. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» продолжаются работы по реконструкции моста через реку Джигута, расположенного на автодороге межмуниципального значения Усть-Джигута-Терезе. Это довольно востребованное и загруженное направление, а мост протяженностью 106 погонных метров имеет большое значение. Именно он связывает Малокарачаевский район с другими районами республики. Преобразование моста сделает движение безопасным, а вождение комфортным. Об этом рассказал главный инженер управления Карачаево-Черкеска «Фтадор» Муаят Хутов. Новый мост будет более современный, нагрузкой более 200 тонн будет выдерживать. Будет 4 опоры, балки длиной 33 метра. Освещение будет на данном мосту. Этот участок будет соответствовать второй технической категории после того, как закончим реконструкцию. К мосту также у нас имеются подходы по 250 метров с каждой стороны. Они необходимы для того, чтобы сопряжение с мостом сделать более безопасным. В Карачаево-Черкесии полным ходом идет подготовка к единому дню голосования. В избиркоме сообщили, что помимо стационарных в республике появятся передвижные избирательные участки. Информацию комментирует председатель территориальной избирательной комиссии по городу Черкесску Мария Алакаева. Одно дело подготовить мобильные избирательные участки. Но также мы должны подготовить и людей нашей участковой избирательной комиссии для того, чтобы они правильно выполнили переход голосования с стационарного избирательного участка в мобильный избирательный участок. Для этого в рамках обучения наших участковых комиссий мы обучать будем и данному механизму. Данный порядок использования мобильных резервных избирательных участков утвержден постановлением нашей избирательной комиссии Карачаева-Черкесской республики. И в обучении мы будем использовать именно этот порядок. Естественно, в приоритете здоровья и жизни избирателей. Затем очень важно избирательным комиссиям сохранить документацию. И затем, насколько это возможно оперативно, продолжить голосование уже на резервных мобильных избирательных участках. Активными темпами ведутся работы по строительству одной из крупнейших школ в Карачаево-Черкесии. Школа на 960 ученических мест возводится в рамках нацпроекта образования в селе Учкикен Малокарачаевского района. В новом учебном году будет введена в эксплуатацию новая школа на 165 ученических мест в ауле Гюрюль-Деук из Жигутинского района, построенная вместо ветхой постройки 1925 года. Об этом рассказал директор школы Азрет Барлаков. Между старой школой и новой это две большие разницы. Естественно, это была постройка, как бы приспособленная для ведения учебных занятий. Но если взять те времена, когда не было никакой компьютерной техники, ну довольно-таки давали сносно нормальное образование. С истечением времени возросла необходимость постройки новой школы. Вот об этом знали, еще в 2001 году начали только строить, потом оставили, уехали, потом еще приехали. Учитель карачаевского языка и литературы гимназию номер 19 Черкеска Джамиля Узденова представляет нашу республику на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший учитель родного языка и родной литературы», который проводится в этом году впервые. Участникам предстоит показать себя в медиавизитке, продемонстрировать профессиональные навыки на конкурсном испытании урок, провести классный час и поделиться опытом на мастер-классе. Обожаю свой народ, свой язык, свою культуру, свои традиции, обычаи, обряды. И я бы хотела поделиться своими знаниями с подрастающим поколением. Я стараюсь с детьми, чтобы у нас были дружеские отношения, чтобы они с огромным удовольствием приходили ко мне на родной язык. Как говорится, ребенок выбирает не предмет, а учителя. Дачная амнистия 2.0 Дачная амнистия 2.0 Она рассмотрена в Госдуме в третьем чтении. Называется Дачная амнистия 2.0 Ею будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот законопроект будет разработан при участии Росреестра. Направлено дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. Безусловно, будут и изменения, которые затронут уже действующую дачную амнистию. То есть закон позволит решить проблему, когда люди не в силах регализовать и оформить свое жилье, построенное еще в советский период. Право собственности гражданин сможет подтвердить даже при отсутствии у него на руках правоустанавливающих документов. То есть такие дома могут числиться учтенными в старых документах, в совхозных, колхозных учетах, в хозяйственных книгах, в бывших поселковых советах и также в органах БТИ. На сегодняшний день, конечно, этого недостаточно, чтобы зарегистрировать право в несудебном порядке. Но с принятием этого законопроекта это значительно позволит упростить гражданам оформление. Сотрудники отдела уголовного розыска МВД России по городу Черкесску разыскивают в Мамаеву Зарему Магомедовну, 1989 года рождения, и Зверева Константина Александровича, 1985 года рождения, жителей республиканской столицы. Указанные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефону 8-900-88-612-95-90 или в любое подразделение полиции 02-100-102. Министерство внутренних дел республики предупреждает, что 20 августа въезд на территорию парка культуры и отдыха «Зеленый остров» будет закрыт с раннего утра и до позднего вечера. Всех жителей и гостей просят заранее продумать свой маршрут. С 19 по 21 августа в Республике Адыгея пройдет межрегиональный слет талантливой молодежи «ФИШ-2022». В нем примут участие школьники и студенты из Карачаево-Черкесии. На него приглашены представители талантливой молодежи из Краснодарского края и Кабардино-Балкарии. Слет проводится с целью создания условий для развития талантливой и социально активной молодежи, обмена опытом, гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде. Слет посвящен столетию государственности Республики Адыгея. Вековой юбилей в этом году отмечает также наша Республика и Кабардино-Балкария. В эти дни в Крыму на фестивале «Таврида-Арт» проходит танцевальное соревнование королей Лизгинки, в котором принимают участие творческие танцевальные коллективы, успешно прошедший отборочный этап. Финальный очный этап состязаний пройдет на главной сцене фестиваля «Таврида-Арт» сегодня на глазах более 25 тысяч человек, чьи голоса и определят своего короля. Наш регион будет представлен Государственным театром танца Государственной филармонии Республики с масштабным творческим музыкально-танцевальным номером. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метра в секунду. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 32, в горах местами до 24 градусов. В Черкесии днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 28-30 градусов. Штормовое предупреждение. 18-19 августа местами в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метра в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход селий малого объема. Реклама Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии. Техники грузовых и легковых автомобилей. Автогридерист-экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево, Черкесия.